Поеду в ЗАГС. Божечки мои, я не знаю, за что вперед хвататься. Мне плохо. Сегодня у нас ЧП маленькое произошло. Сейчас отпиливают и мне его приклеят. Зайчик. Мы же в Россию еще приедем. Всем доброе утро. Мы в садичек идем. В садичек наш идем. На улице там что-то прохладно. Кофточку ему одела. Сейчас посмотрим. На улице погода на самом деле нормальная. Я в футболке иду и хорошо. На всякий случай Деньку подстраховала. Но сейчас я заберу у него эту кофточку. Потому что у него в садике есть уже ветровочка. Вчера оставили. Короче, хорошо. Вчера прям вечером дышать нечем было. Я говорю, в садик пока пошла. Я говорю, как вы здесь работаете? Она говорит, да вообще жуть. Как на море, знаете, влажность высокая. Все. Ты большой самостоятельный мальчик. Идешь в садик. Целуй. Иди. Отвела Деньку в сад. Сейчас буду монтировать видео. А потом поеду в ЗАГС. Да, сегодня мы с вами едем в ЗАГС. Надо кое-что там взять. Надеюсь, мне сегодня это дадут. Почему я все время, когда беру камеру, мне хочется зевать? Я не знаю почему. Так, короче, я села монтировать видео. Я смонтировала только половину или даже чуть меньше половину. То есть вот момент со своим днем рождения. Так долго, вот из-за того, что вставки то-се, я уже два часа монтирую это пол-видео. Но вроде я эту часть смонтировала. И понимаю, что вторая часть еще ко мне. Брат приехал, там и день целый. Еще я там разловольствую о высоком. И думаю, нет, надо поехать все-таки в ЗАГС сначала. И заехать на почту, забрать посылки. И уже приехать, потому что сегодня у нас бассейн с Денькой. Уже приехать и все, чтобы никуда не рваться, не бежать. А то я пропущу все. Короче, 11 часов. Сейчас сделаю кофе с собой. И поеду. Слушайте, вот эта штука из ньючик обалденная. Она на самом деле моется в мойке. А, тут нарисовано, что в посудомойке можно мыть, да? Реально, все с ней хорошо. Я уже два раза ее мыла. Я такая, думаю, испорчу Кристинке. Заказала белого цвета такой. Думаю, отдам ей без лечо белого цвета. Но все прекрасно вообще. Она как новая. И, кстати, вы помните, да, что Кристина сегодня должна приехать. Она как бы сказала, и сказала, завтра с утра. Но время 11, и ни звонка, ни привета от нее. Вообще, это нормально. Она может не приехать. То есть я уже... Люди разные уже бывают, правильно? Какие-то планы все время случаются. Какие-то перемены в жизни. Вот, поэтому, что касается Кристинки, это всегда... Знаете, как говорится, бабка на двое сказала. Приедет, не приедет. Мне как бы спокойно уже. Все, я делаю свои планы. То есть все, позвонит. Отлично. Но на самом деле я сейчас это... Выйду из век, но ей... Потому что ее забрать где в центре надо будет. Вот наш ЗАГС. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. Успела на почту еще заскочить. Вот у меня тут джум. У меня очень много всякого всего. Будет распаковок. Ни одна из джум. И там такие посылки девочки. Ой, смотрите, у меня же очочки. Новые. Как вам? Мне нравится. Только они вообще платные. Увидите на втором канале тоже в распаковке. Это очень много приколюх вообще всяких разных взяла. И плюс еще, короче, для волос очень много прикольных вещей, которые прям отдельные тесты будут. Вам понравится, я уверена. Все для вас, мои кошечки. Так, а вот, кстати, я взяла с собой. Это то, что мне Настя подарила. Вот что-нибудь бы установила бы уже я. Только мне надо машину сначала помыть. Так что это не сегодня. А очень хочется остановить. Тем более там зарядка. У меня вот сейчас как раз... Я не успела с вечера зарядить телефон. Он весь разряжен. И вот прям не хватает его вот так вот поставить куда-то. Видите, вот это вот лежит здесь. А прям вот поставить его, повесить. И еще и зарядку пустить. Это жестче кайф. Все, короче, я помчала домой. Монтировать видос дальше. Сегодня день такой сумасшедший. Я из ЗАГСа прям не вылазила. Я приехала домой уже. Смонтировала видео. Поставила его сейчас на вывод. И снова поехала в ЗАГС. Они мне... Я сходила, задала какой-то вопрос. А они мне говорят. А вот вам телефончики. И прозвоните. Вам дадут информацию в режиме телефона. Я звоню, а они мне говорят. Вам надо приехать. Нормально вообще? Слушайте, крошечки. Я иду такой разврат. У меня шорты оттягиваются. Турфеля видно. У нас такая духота жуткая, честно, на улице. Вот прям реально я вышла и нечем дышать. То ли высокая влажность, то ли от чего это. Вот ты вдыхаешь, мало воздуха, тепло. Слушайте, крошечки. Мы пришли. Я все быстро делаю, да? Пять минут еще осталось. Сидим, уже сполоснулись, правы. Плавки на теле. Короче, вы не представляете. Сейчас Деньку отдала в Басик. Он пока там купается. Я просто уже целый час думаю об этой сладюшке, которую я недавно тут кушала. Представляете? За ней прям иду. Здрасте. Девочки, вот этот десерт просто покорил меня с первого раза. Медовые пышечки вот эти вот. И здесь чиз наверху. Прям вот, не знаю. Я, конечно, думаю, половинку съесть, но мне кажется, я целый сожру и глазом не моргну. Какая же я молодец, что съела половинку этого десерта и обожралась. Хорошо. Вторая половинка на завтра. Половинки можно. Держи садик. Держи садик. Ой. Молодец. У тебя даже голубь помогает держать, да? Молодец. Надо другой рукой попасть. Кидай. И за ним. И за ним я тебя подкладываю. Привет, мои хорошие. Доброе утро. Отвела Дэньку в сад. Вот делаю второй глоток кофе. Один раз только глотнула перед тем, как его в саде пусти. Когда есть какие-то дела и планы, время бежит быстро, но хотя у меня сейчас такой период, когда время наоборот тянется. И вот оно смешивается. Время тянется и в то же время бежит быстро. Очень удивительный резонанс времени. Короче говоря, я не выспалась на самом деле сегодня. Вчера поздно легла, я смотрела интервью Собчак и Степаненко. Степаненко, правильно я говорю, психолога там. Мне очень понравилось, вот прям вот кто любит психологию, кто любит въедливые какие-то споры такие. Я прям с удовольствием смотрела. Интервью длинное. И они прям вот там, вот прям спорили по поводу взглядов каких-то. Что значит это, а не делаете ли вы это. Вот. Ну, прям интересное. Интересное интервью было. Короче говоря, фух. Надо в себя прийти скорее, кофе попить, вот как-то взбодриться. Я еще такая на полусне. Хотя Денька тоже вчера поздно лег, не могла его уложить. Но он встал нормально, спокойно. Покушал творожок, оделся, пошел. Без скандалов, без всего. Надеюсь, сегодня нормально все в садике будет. В общем, я продолжаю подготовку. Осталось у меня, считай, сегодня среда и четверг. Потом в пятницу уже будет недодел. Недодел. В общем, надо за эти два дня успеть сделать программу максимум. Не откладывая ничего на потом. А, вот еще что. Решила это проговорить. Сегодня, недалеко от этого дома, я записалась в стоматологию. Наконец-таки. И решила, пофиг уже. Ладно, не буду я за тем снимком бежать. Там куда-то у них всего лишь 350 рублей стоит снимок. И 300 рублей консультация. Думаю, заплачу 650 рублей. Пусть посмотрит мне мой зуб. И скажет, что к чему. Послушаем альтернативное мнение. Божечка мой. Я не знаю, зачем вперед хвататься, честно. У меня из-за этого голова такая в ступор, знаете, впадает. Нужно и видео наснимать для второго канала. Нужно документы подготовить все, которые нужно. Нужно... Господи, что еще нужно? Себя в порядок привести нужно. Вещи какие-то собрать. Господи, мне кажется, у меня жизнь изменится на какой-то период точно. Аж страшно. Другая страна. Другие условия. Вообще не понимаю, что происходит. Но так надо. И вот я сейчас сижу и думаю, просто помыть голову или сразу ее покрасить. Но на покрасить вот у меня как будто нет сил. Вот оно как будто не идет, да, покрасить. Хотя в итоге надо будет покрасить, а времени мало. Ну и плюс еще голова у меня после лака, после блесток там всяких. Надо все-таки, наверное, помыть ее. Пусть она загрязнится. И потом покрасить. А я еще видео хотела снять с покраской там одно. Интересную штучку протестировать. Но это же тоже нужно время. А времени нет. Кошмар, кошмар. Я еще сплю, похоже. Короче, я сейчас пойду, наверное, искупаюсь, помою голову. Смою все негодования с себя. И буду строить план. Все. Иду к врачу. Переживаю сразу. Только посмотрят. Я такая переживаю, думаю, я уже есть хочу. А вдруг я захочу сразу. Будет у него время, и он что-нибудь уже сделает. И я уже начинаю переживать. Ой, девочки. Неплохо. Я записала сегодня же на 6 часов. Там есть окошко. Со мной будут работать два специалиста. Сначала один сегодня. Процедура будет длиться час. Потом второй. Тоже час. Только не сегодня. Сегодня будет час. Длиться. И мне уже композитом там чуть-чуть восстановят зубик. А завтра тоже час будет длиться. Мне там временную коронку поставят. А может даже и не надо, блин, временную ставку. А, ну ему, наверное, слепок надо ставить. Короче, я за завтра вообще там еще не знаю. Вот сегодня мне нужно идти. Мне будут сегодня делать укол. Единственное, что меня немножко успокаивает, расслабляет, то, что он сказал, что все, практически все будет делаться вот с этим, вот знаете, с вот этим латексным, латексной защитой. И когда одевают тебе, и ты, ну, ничего не течет тебе в рот. Типа кафердан такой латексный. И это меня обрадовало. Но я все равно нервничаю. Надо поесть хорошо. Где-то за часик, наверное. Плотненько. Чтобы мне не тошнило, не было плохо. И с малым пойду. Я не знаю, было ли вам что-то понятно, пока я там говорила. Мне иногда хочется взять камеру и поделиться сразу же впечатлениями, вот прям эмоциями. Но бывает, что я то ли снимаю не там, то ли что-то снимаю не то, то ли ветер какой-то, то ли солнце светит. Короче говоря, ну, как-то все благоприятно достаточно было. Что не было у меня такого, что, знаете, вот не надо там делать. Можно. Клиника, она прям такая. Ну, видно, что деньги вложены, что все это. И цены достаточно такие бюджетные. То есть у меня консультация была 300 рублей, снимок 350. Я сразу, кстати, снимок сфотографировала. Думала, если что-то пойду куда-то. Ну, короче, самое дорогое – это восстановление зуба коронкой керамической ЕМАКС. 16500 будет стоить. Вот. А восстановление зуба пломбой после эндодонетического лечения, с армированием. Короче, все вместе, вот, что все будет красиво, мне выйдет 24,550. А, терапия. 450. Это вот, 4,500. Это вот сегодня мне сделают. Это будет 4,500. Стоит, я так понимаю. Восстановление зуба пломбой после эндодонетического лечения с армированием стекловолоконным штифтом при степени разрушения более 1,3. Включая показания кофердам. Во, включая показания кофердам. Светоотражательный материал. Стекловолоконный штифт. Шлифовка. Все входит. 4,500. Сегодня, короче, я заплачу 1,010, получается. Да? 9,000 сегодня заплачу. Ну и потом ему уже 16,500 заплачу. Сегодня будет девушка со мной работать. У них там детская какая-то такая уголочка есть. Я говорю, я приду с ребенком. Они говорят, приходите, посидим, посмотрим. Блин, ну пора закончить эту репопею с зубом. Кстати, он мне пока смотрел, он еще два кариеса нашел. Представляете? Это как? А мне моя сказала через полгода приходить. Я у нее была, блин, вот. Ну сколько? Ну два месяца назад. Ну и что, кариес уже за это время возник, что ли? Что такое? Мне не нравится. Зубы, конечно, такое дело вообще сыпятся. В общем, я надеюсь, что все будет хорошо. Потому что я хочу поехать. Я же еду как бы на длительный срок. И я хочу уже красивое поехать. В общем, я надеюсь, что... И не надеюсь, а точно уверена, что все будет нормально сегодня вечером. Сейчас я здесь поснимаю видео, которое мне нужно. А потом плотненько покушаю. Выпью успокоительного. Пойду схожу за малым в садик. И пойдем. Ну что, я отвлеклась. Покрутилась в вещах. Вот я пришла где-то домой. А, во сколько? Половину первого. Покушала. То есть все. В час я начала снимать. Сейчас полчетвертого. Вот чтобы вы понимали. Тринадцать. В час начала. Два, три. Два с половиной часа ровно. Я просто крутилась в вещах. Это я не снимала отдельное видео. Это я часть видео снимала. Представьте. И еще я за собой не убрала. Чтобы вы понимали. Все вещи. А, я их отгладила. Вот когда мне кто-то говорит. Селена. Ну хоть бы погладила вещи. Когда в них. Если есть возможность не гладить вещи. Более-менее они смотрятся не глажены. Можно показать, как они сидят. Основные моменты. То я не глажу. Потому что на глажку уходит куча времени. Вот. И короче, вот два с половиной часа. Я показала всего лишь. Десять вещей. Десять вещей. Два с половиной числа. Просто вычеркнуть из жизни. Вот. Ну. Все это еще разложить. Надо повесить. Вешалок не хватает. Надо скорее уже снять видео. Вещи, которые я буду продавать. Еще много новых, хороших вещей. Да и моих вещей. Вот. Напитаны моей энергетикой. Нужно их продавать. Вообще было бы хорошо, если бы я нашла какое-то место. В шоу-рум. Который бы сказал. Давай. Давай нам на реализацию. По мере продажи. Будем как бы отдавать деньги. Я бы сразу собрала кучу вещей. Просто у меня больше половины гардероба. Убралось бы. О, Господи. Как это все сложно организовать. Я ни хрена не организатор. Я не организатор ни хрена. И не исполнитель ни хрена. Вот что я поняла. Я творческая личность. Я идиатор. То есть я человек, который бы давал бы идеи. И просто бы вот такой. Просто ходил бы, фантазировал. А рядом должны быть люди, которые бы все это подхватывали и реализовывали. И все. А мне приходится быть и театром, и креатором, и исполнителем, и организатором. Это вообще малая часть обязанностей, которые входят в мою работу. Я не говорю помимо редактора, пиар-менеджера, лично собственного, монтажера. То есть мне помогает, конечно, фисташка монтировать, огромную работу делает. Но также на свой главный канал я делаю сама видео. Большие, длинные, влоги. Вот. Также я оператор-режиссер своих видео. Видите, сколько профессий во мне. Режиссер-постановщик. Кто там музыку этот? Музыку кто делает? Продюсер. То есть я вкладываю сама в себя деньги. Короче, еще я воспитатель, нянечка для своего сына, уборщица в своем доме. Ну, уборщица я хреновая, конечно, и повар Кукин, я тоже хреновая. Если бы все, что я делаю, была бы я как наемный работник, девочки, я была бы богата. Реально. Потому что, потому что, да. А, еще я и актер. То есть я еще и актер, ведущая. Да, актер, когда я там включаю актрису иногда, я актриса. Когда я что-то вещаю, я в этот момент ведущая. Бывают даже еще и журналисты иногда. Интервьюер. Сама у себя. Короче, насыщенная, богатая у меня жизнь, с которой я не справляюсь. Походу. Мне нужны люди. Ну, что, моя хорошая, вышла на финишную прямую, выпила успокоительных, поела за полтора часика. Фух, переживаю немного, но вроде спокойно сейчас пока что, да. Я еще думаю, вот Денька будет в коридоре там, наверное, вообще не ждать. Но там детская есть немножко, администраторы сказали, будут смотреть. Мне интересно, может, я с ним меньше буду не рачить, ну, как бы ответственность все дела. Но я, честно, очень хочу, чтобы быстрее закончилось все это дело с зубом. Потому что он мне реально покоя не дает. И комплексы развивала. Это ужасно. Так, все, мы пришли заранее, за 15 минут. Хорошо, потому что мы после садика прям сюда. Мне в туалет, это важно. Чтобы я тут целый час не переживала. Смотрите, какие красивые. И вот что я вам хочу показать. Какие красивые двери, сочетание с кашелем полы. Пойдем. Пойдем. Мне очень нравится. Здесь всегда на входе два туалета. Красивая. Теперь я обувалочка. Все чисто. Ну, прям хотела показать вам, как чисто. Все, не буду показывать по частям. Могу открывать. Деня будет здесь сидеть. Вот так на этом. Будешь сидеть здесь, на желтеньком? На желтеньком. Купила ему уже вкусняшек сразу. Так, мусорное ведро. Деня, смотри, мусорное ведро здесь. Слышишь? Выкидывать вот сюда бумажки все. Водичка. У вас здесь водичка, да? У вас здесь водичка, да? Нет, нет, я просто. Детская рука. Столик. Так, смотри, можешь рисовать здесь. Иди сюда. Смотри, сколько всяких здесь интересных. Ручки такие интересные. Ты будешь рисовать? Да. Можешь прийти порисовать. Афломастеры вообще. Только колпачки закрывай, ладно? Афломастеры. Вон игрушечки еще лежат. Можешь взять поиграть. Только аккуратно ложи на место все. Девочки. И такая счастливая. Вообще. Сделали такой не больный уколчик. Доктор такая вся ля-ля-ля-ля-ля. Вообще такая милая. Мне даже плохо не было. Я даже не плакала. Мне кажется, это впервые вообще. Ну, не впервые, но второй раз в жизни я не плакала, когда мне сделали укол. Мне не тошнило. Меня не паниковало. Мне не было жалко себя. Я ее предупредила, конечно, что я могу плакать. Но я не плакала. И все. Потом мне сразу же одели вот эту вот штучку. Включили Малефисценту. И я кайфанула. Я отдохнула. И для меня время прошло как будто, ну, я не знаю, минут 30-20 как будто она делала. Я говорю, а вы... Я говорю, сколько времени будет занимать процедура? Она говорит, где-то час. И когда закончили, я говорю, что все? Она такая, да. Я говорю, а вы сказали, час будете делать. А сделали за полчаса. Она такая, да, а во сколько мы начали? Я говорю, в 15 минут. 15 минут седьмого. Она такая, ну, сейчас в 15 минут восьмого. Я говорю, ты говоришь, что я быстро пролетела. Короче, с 3-дого скажу. Будущий блогер растет. Всем привет. А это мама. Да. Ну что, мои хорошие, поздравляйте. Я сделала первый шаг, и он крут. И дальше, как я понимаю, все только легче, уже без уколов. Ну, в общем, сделали мне зубик. Смотрите, сейчас он выглядит, это временный. Завтра я пойду, и мне поставят, как бы, временную коронку. Завтра. Потому что этот может отколоться, как бы, обычно это, ну, делается в одну процедуру. То есть, вот сейчас раз, да, потом еще один час для того, чтобы поставить временную, я так понимаю. Вот. Ну, короче, не суть. На завтра я записалась. Фу, на завтра. На послезавтра я записалась, и вот послезавтра я приду, он обточит и уже ставит. Сейчас, во всяком случае, я могу улыбаться и уже не париться. Она, как мой зубик, только чуть меньше там, да, смотрите. Вот я улыбаюсь, и уже не видно никакой дырки ужасной. Девчонки молодцы, так сплоченно работали, так быстренько, раз, 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 раз. Я очень люблю, когда доктора не медлят, ну, особенно зубные доктора, это вообще, это же я очень могу переживать. Поэтому, когда я сначала познакомилась с этим ортодон, там, короче, я их путаю ортопед и ортодон, представляете, я не могу. Короче, меня послали к доктору, вот к этому, да, он все посмотрел, предложил мне два варианта. Как сделать, да, один там какой-то металлический идет, а второй идет, не помню, стекловолокно, что-то такое. Вот, и все, и он послал меня к терапевту, терапевту вот такой, вот он говорит, это то, кому вам надо. Да, она тоже мне, говорит, зубки делала, я думаю, ну, если он делает, Деня, Деня снимает там видео. Короче, отличный доктор, все быстро прошло, я уже могу улыбаться, и послезавтра еще Денька будет в садике, я утром пойду, мне сделают эту времянку, и я уже, ну, как бы смогу вообще полноценно себя чувствовать, поеду по делам, вот. А потом мы сделаем коронку, вот. Короче, я счастлива, я счастлива, я теперь могу ха-ха-ха дать и работать своей рабочей зоной, а то из-за того, что у меня здесь не было зуба, я все время поворачивалась вот так, а это вообще не моя рабочая сторона. И, короче, было не то. Все, расслабляемся, поздравляйте меня. Так, мои хорошие, все, мы укладываемся спать. Остаются считанные дни, и будем уже скоро собираться. Сейчас у нас пока подготовка такая идет. Все документы я уже собрала, которые нужны. Остался только тест ПЦР, но я думаю, у меня просто дорога длинная, я думаю, чтобы этот тест ПЦР был актуален на тот момент, когда я буду пересекать границу, где будут его проверять, там, да. Вот, поэтому... Лайтовенько провела вечер, зуб вообще не болит. Я положу тебе, положи. Все, короче, мы спать. Спокойной ночи. Всем доброе утро, мои хорошие. Пьем кофейком. Сегодня у нас ЧП маленькое произошло. Денька сегодня в 3 часа ночи разбудил меня, плакал. У него болело ухо, он не мог на него лечь. Первый раз просто такое встречаю, он не мог повернуться. Вот он лежал на одном все время, боку, и хочет перевернуться, переворачивается, у него болит ухо. В 3 часа ночи начинает плакать, нос заложен. Я проснулась и не пойму, что делать. Думаю, ну нос заложен, может, из-за этого, как бы, это же ухо-горло-нос. Думаю, сейчас освобожу нос. Как бы он не сильно такой, вроде уха, что-то ухо прищемило, говорит. Ухо прищемило. Не пойму, в чем дело. Денька, а можно это тоже? В общем, закапывала ему атипаксом, потому что, ну, как бы, не проходило, не мог все лечь на это ухо. Я думаю, ну, мало ли что, может быть, что там болит. Это, кстати, после бассейна он как-то говорил, что что-то там. Я думала, может, водичка попала, еще что-то. Ну, в общем, надо смотреть. Вот, а к врачам просто к ней запишешься. Но у нас запись завтра полностью, у нас и лоры, и педиатр. Завтра целый день у нас запись по разным врачам. Вот, осмотр, медосмотр вообще. И, в общем, сегодня он проснулся, я ему закапывала. Он в итоге лег спать, все нормально. Уже сказала, ничего не болит. И вот сегодня проснулись нормально. Мам, я трогала. Играет. Ушко не болит? Да. Не болит? Нет. Вот, вроде не болит. Ухо нормально себя чувствует, кушает, играет, как бы, все нормально. Да. В общем, сегодня решили в садик уже не идти. Ну, перед поездкой мы сегодня, в принципе, последний день бы сходили. В пятницу уже осмотр, мы бы не пошли. И я уже пишу заявление. Решила с сегодняшнего дня тогда его оставить и просто понаблюдать за ним. Как бы, чё, как, да. Вот. Такие дела. В общем, погода что-то на улице смутилась. У нас не жара. Ну, как бы нет, тепло. Солнца нет. Такое непонятная какая-то погода. Немного пасмурная. Ещё у меня одно ЧП с утра. Это я не могу найти файлы видео одного. Я вам снимала видео. Ходила в магазин. И не могу найти эти файлы. Вот сейчас у Кристинки узнаю, как можно попробовать восстановить эти файлы, если я их случайно удалила вместе с влогом. Потому что я же всё вместе снимаю на одну камеру, а потом вычленяю. И бывает... Хотя я вроде просматривала всё, но могла удалить. Короче, всё утро я вот этим сейчас занимаюсь. Поубирала, чуть посуду помыла, покушали, позавтракали. Кофе сделала, вакуум сделала. И вот сижу и офигеваю от того, что я удалила нафиг всё. Вот, зуб, кстати, это же радость моя. Радость моя! Не болит ничего вообще. Но он был у меня без нерва, поэтому, наверное, не болит. Нет какого-то там заживления и так далее. Получается, анестезия сошла, и как будто мне зуб даже и не трогали. Вот. Я рада. Завтра в 10 часов уже должны поставить временную коронку. Времянку, как говорится, пока коронка будет хорошая изготавливаться. Так что, всё, в общем, пошла я искать и добывать свои файлы. Мы проснулись, времени вообще нет готовить. Смотрите, что я взяла. У меня оставалась курочка-гриль чуть-чуть. Я её порезала мелкими кусочками, поджарила, залила тремя яичками. Всё перемешала. Сверху насыпала пармезан. Сейчас у меня будет типа цезарь что-то, наверное. В общем, будем пробовать сейчас. Всем доброе утро. Мы идём к зубному. Настал этот день. Ну, ещё не день, икс, потому что сейчас должны мне поставить временную коронку. Вот. Короче, день сегодня очень будет насыщенный. Мне даже некогда будет, наверное, снимать. Но постараюсь что-нибудь для вас поснимать во вложек. Подготовка идёт полным ходом к отъезду. Возможно, сегодня буду уже вечером билеты покупать. Посмотрим на когда. Вот так мы выглядим в отражении. Сегодня я даже не попила успокоительных. Сумка, блин, у меня. Что там? Сумка у меня снизилась. Обычно я вот здесь вот её завязываю. Но она развязалась, короче. Я ещё сплю, на самом деле. Чем ближе к стабакологии, тем всё равно я нервничать начинаю. Хотя мне сейчас не должны ни укола не делать. Единственное, что меня беспокоит, что этот кафердан одевать не будут. Вот. Без укола и без кафердана. Ну, сказали, будет не больно. Но всё равно там я переживаю. Мне надо сильно запрокинуть голову. Вверх, внизу. Короче. Ну, я, в общем-то, спокойна, но наблюдаю, как жим-жим происходит периодически. Чем ближе к стабакологии. Стой. А бахилы кто одевать здесь? Вот, девочки, мой зубик сейчас опиливает и мне его приклеят. Будет прилично какое-то время. Надо сказать, что там зубик очень-очень временный. Очень временный зубик делаю. И Дэня тут сидит. Сейчас тоже его на кресло положим и сделаем ему осмотр. Та-дам! Без укола, без кафертана. Вообще не больно. Спокойно. Без дёрганий. Заплатила 1500 рублей. И мне поставили временную пломбу. Красивую такую вообще прям под мои зубы. Я бы её вообще навсегда ставила. Но он говорит, что это временное, очень временное. И нужна, ну, как бы, хорошая, мощная. Поэтому потом поставлю мощную. Мы же в Россию ещё приедем. Пипец, у меня такое хорошее настроение. Я не пожалела, что пошла с утра. Ну, не то, что... Ну, да, с утра. Я просто переживала, надо позавтракать. А завтракать обычно не лезет. Кофе. А после кофе странное состояние. Такое. Я всё переживала, что у меня то в горле пересохнет, то кушать мне захочется, то... Короче, мало ли что. Но всё прошло так клёво. Я у меня теперь хорошее настроение. Хожу, улыбаюсь, поглядываю на свой зубик. Я не знаю, кстати, вот мне ничего серьёзного не делали. Можно ли мне кушать сейчас? Ну, я пока кушать не хочу, не буду. Но кофе-то попить надо. Сейчас пью кофе. Все посылки запаковала. Пойду чуть-чуть помонтирую. И потом мы едем с Денькой на обход в клинику. Чуть-чуть помонтировала видео. Всё не смонтировала. Не успела, времени нет. Хотя я ничего вообще, ничего лишнего, ни минутки не делала. Сейчас, в общем, вскочили уже и едем в поликлинику. И сейчас у нас с 13.20 до половины четвёртого. В лучшем случае, если всё вовремя, все будут делать, то мы быстро пройдём всех врачей. И потом поедем в садик, отдам заявление. И отдам этот лист, который будет у них. Неизвестно, как что будет, как надолго мы едем. Вообще ничего неизвестно. Может, мы в Беларуси останемся. Надолго. Неизвестно вообще. Поэтому я в любом случае делаю какие-то дела плановые, которые должны быть здесь. Ну, а там уже посмотрим, зря я это делала или не зря. Ну, в общем, делаю пока что надо. Смолёт. А это? Бабочка. А вот это? Зайц. А это? Хребка. Хорошо. Молодец. Сейчас ещё маленькие будут. Глазик закрыли. Всё. Называй. Называй. Это кто? Зайчик. Хорошо. А это? Самолёт. А вот это? Это рыбка. А вот это? Бабочка. А это? Самолёт. А это? Бабочка. И вот это? Рыбка. А это? Это... Нет, вот так смотри. Кто это? Самолёт. Самолёт. А вот это? Бабочка. Хорошо. Теперь другое глазик. Так, сейчас поморгай чуть-чуть. закрываем закрывать или другим глазиком смотри слушайте ну просто волшебно мы закончили всех просто мы заходили везде пустые кабинеты очереди практически не было только у педиатра там 1 и все и все равно быстро все проходят и сейчас время 2 часа 2 часа мы были на 13 20 записаны пришли к часу сразу же пошли к неврологу офтальмолог никого не было улора никого не было в к педиатру все на расставила проставила все печати поставили заявление я написала так что сейчас я садик сейчас я в садик и надо все это дело отдать у дэнки стопроцентное зрение так счастлива не то что я слепан делал слепан делала кстати вот чем отличается в государственной все-таки врач лорда смотрела что у нас на собельки собельки и розовое горлышко чуть-чуть и она прописала нам четыре препарата два из них в определенных аптеках можно купить потому что они редкие я знаю точно что вот но я как увидела что я говорю а там что а там что там розовенько а там что еще спросила и я точно знаю что наша было рассказала ничего просто промывайте нос и все ничего бы она этого не прописала вот за что я люблю вот нашу лор в платной клинике конечно же ничего этого делать не будут того что она там прописала куча лишнего в нос но снуд понятно я и так делаю снуд говорит можете не промывать пока нос типа если сопли то можно нос не промывать потом как какой-то просто антибактериальный в нос через пять минут после того как я с нуком закапала три раза в день через пять минут нужно антибактериальное что-то закапать а потом а это антибактериальная вообще для глаз но капаем в нос и потом третье это типа от горла пшикать но мы ничего не пшикали нам никогда не говорили ничего пшикать там должно быть все очень серьезно чтобы пшикать короче мы очень редко болеем благодаря тому что ничего не делаем иммунитет сам все делает вот знаете все планы рушит только то что организм хочет кушать нужно пойти куда-то поесть дома ничего готового нет а в макдональдс это не в ту сторону нам ехать а в этой стороне ну только вот наши вот это вот столовка ну как столовка там кафешка на самом деле сейчас там быстро перекусим сейчас на это время уйдет полчаса сейчас если бы не нужно было кушать мы бы сразу рванули уже делать дела сейчас полчаса надо потратить все равно мы сегодня раньше сделали все мы молодцы такие важные моменты и все равно я ведь и не заглянула в список пропустила что мне нужно сбербанк было зайти и бросить деньги на счет чтобы оплатить садик онлайн а то у меня все пусто на счетах все наличными так вот что если заказала котлетку рубленую картошку капусту дынька дома поел так что он не голодный он захотел вкусняшку и кусок хлеба бросил на пол сразу все компотик в общем крошки мои все идет по плану все по плану да сейчас мы едем на почту и отправлю посылки чтобы уже о них не думаете чтобы девчонки не ждали уже а то хрен его может и не дождутся уедем поэтому надо всем все отослать все долги позакрывать которая должна здесь в россии как говорится на вот и мчать со свободной душой все мои крошечки все кто участвовали в конкурсе у меня и те и та девочка которая до этого по допасли перед перед на предпоследнем эфире тоже обложку выиграла у меня bad girl все отправила короче 5 посылок отправила все дальше пошла дело дело смотрите жопка это маленькая уснула я говорю спать хочешь он горит не и гризанты не спи от конения не хочу спать а сам такой еле глаза закрывает смешно и так дрыхнет две минуты и спит мы подъехали к дому а у нас здесь дождь идет и мы уже минут двадцать сидим так я уже позвонила